Мы показываем, как можно жить мирно, разным религиозным конфессиям, без драки, без убийств, разным этническим группам. Можно жить, уважая, любя друг друга, терпя друг друга. Всем привет, друзья, о стабильности в Казахстане. Вот у нас есть такое поверье, уже в ранг идеологии воздвинуто это, что якобы мир и стабильность это благодаря одному человеку, президенту нашему, Елбасы. Елбасы, кто не знает, это, если перевести, лидер нации, по-моему, так. И, в принципе, это официальная идеология, которая также транслируется по телевидению. И есть люди, и их очень много, которые принимают эту идеологию, потом ретранслируют уже через свои уста другим. Хотя я лично не развиляю такое мнение. Наверное, потому что я пытаюсь думать. Ведь, представляете, если Казахстан и ее лидер Назарбаев, будем так говорить в кавычках, действительно выстроил сильнейшую политическую систему в Казахстане, экономику, тогда почему от одного человека, если его не будет, зависит мир и стабильность? Не правда ли здесь очень большое противоречие? Вообще, справедливости ради надо сказать, что, например, у меня есть друзья, знакомые, они разных национальностей, религий, но это не мешает мне с ними находить общий язык, понимание. И здесь нету посредников в лице президента. Наш мир и стабильность взаимоотношений не основываются на каких-то там политических воззрениях, установках. Мы просто чисто по-человечески ладим между собой. И где тут руководитель нашей страны? Я считаю, что так живет вся страна. Конечно, есть определенные, может быть, силы, не может быть, а точно, которые пытаются и будут пытаться высунуть вот эту карту религиозного вопроса, национального, и козырять ею. Но я так думаю, что у нас вообще-то народ сам по себе такой, который не будет поддаваться на все вот эти выкрутасы. И вот, как вы считаете по этому поводу, какое у вас мнение? Вы можете оставить свои комментарии, вообще было бы интересно почитать. И я считаю, что на эту тему должна быть широкая дискуссия в Казахстане. Почему эту идею, то, что это стабильность благодаря одному человеку, ведь это же не так. И это очевидно. Почему такая идеология превалирует? Может быть, люди хотят и мода, может быть, психология такая сбиваться в толпу и жить общими установками, которые спускаются сверху. Так просто, безопаснее, так лучше. Это вопрос приспосабливания к ситуации. Вообще, понятие стабильность – это понятие противоречивое. Если с точки зрения мира это еще можно понять, а если с точки зрения научного какого-то прогресса, прогресса цивилизации, когда идет рост, то здесь не может быть никакой стабильности, потому что если мы говорим о стабильности в этих сверхах, то мы сразу говорим о том, что мы скатываемся вниз, не просто в болоте находимся, а скатываемся вниз туда, в прошлое. Стабильность так таковой не может быть в прогрессивном демократическом обществе. Это же понятно, как 2х2. И, например, когда депутаты дерутся за наши интересы в парламенте, где можно говорить здесь о стабильности. Это нормальное явление. Лучше пускай депутаты дерутся там в парламенте за наши интересы, чем если люди выходят на улицу и начинают крушить, громить и добиваться с помощью протеста каких-то политических решений от страны. Что можно сказать еще по этому поводу? В общем, сплошная печаль, сплошные минусы, но все-таки есть плюсы. У нас еще все впереди.